танюшка джан захотела где-то сядем кушать будем помнишь вкусную пиццу ели когда-то в италии в италии если я хочу есть я злая только что стояли тут выпивали выпили вот эти бутылки играли сыгрались просто поставили тут и ушли ты кидаешь монету и вот смотри каком состоянии билеты на аттракционы 5 евро креветок не было так же низкий вот я уже рукой почти достаю вот если вы не хотите чтобы мы тут жили какой большой а сегодня сериконьяны приехали в город эрфут эрфрут эрфурт погуляем чуть-чуть посмотрим этот город и почему бы нет может быть мы тут будем жить мы уже на него настрой нам нравится почему потому что тут первую очередь мы увидели кофейню которую мы очень любим это starbucks кофейня сейчас идем чуть-чуть погуляем посмотрим город в конце концов почему бы нет концов давай уговорит ребятки мы пришлись одну остановочку пешком и первое впечатление город нам уже нравится а почему нравится потому что тут гораздо больше движухи больше народу просто смотрю вот такой толпы я в нашем городе вообще не видел это правда тут столько людей тут столько транспорта транспорт едет тут я только что увидел mercedes s-class как приятно это приятно мы позже приехали но ничего страшного нам хватит да хоть пару часиков погулять посмотреть давай без зданий по-братски а как ты хочешь гулять по городу и без да вот так нет я показываю здание я буду не ждать пишем ребята буду мешать ребята будет мешать буду его убирать убирать поцеловать говорить мешать я буду по-любому показывать здание пишите обязательно меня поддерживайте чтобы я показывал по если вам не нравится пишите хватит зданий мы не хотим зданий мы хотим увидеть вас ты уже это 500 раз говорил никто такого не написал ни разу сейчас кто-то напишет брат по-братски вот я допустим любитель таких зданий а ков говорит посмотри какие тут современные красивые постройки ой а там что у нас для меня конечно жить в таком городе с такой архитектурой крутецкой да да тебе тоже все нравится я знаю мне вот знаешь что интересно в этом городе было бы узнать где тут спортивные залы и принципе те места которые нам будут необходимы необходимые в том смысле что мы ими будем пользоваться вот смотрю тут до транспорт хорошая развязка траву транспорта но негде машину водить видишь машины особо и не едут и если мы собираемся там приобрести машину то как с этим вообще справляться как я не хочу смотреть это красоту я хочу смотреть то что я хочу смотреть ты понимаешь ладно показываю что это торговый центр просто просто вход в торговый центр ангел 23 что нью-йорке фамилия зара все тут до понять с автомобилем хочу понять как доехать добраться может быть тут и не будет необходимости машину покупать можно будет спокойно жить и без машины так как транспортная развязка очень хорошая вот что ты грустная стала точно да ну смотри мне станет грустно сделали и бунду бунбер и почему-то в германии мало солнца может мне кто-то написать в комментариях почему тут так мало солнца с чем это связано мы хотим солнце вчера было тепло солнечный день сегодня мы надеялись что также уже шорты там хотели пойти купить а тут негде оговорить а тут сразу похолодало солнце и реально уже не имеет смысла одели опять теплую одежду и пошли в соседний город обиделись на всех ой дорогая смотри что это за искусство хранения цветочками еще и зайка это как тюльпаны красивые растут тюльпаны и еще статуи с ангелочками и там ворона посмотри ворона так села да точно прикольный город мне реально нравится и это большой плюс танюшка джан ты что проголодалась моя маленькая принцесса неповторимое счастье моё как всегда только когда-то мы доехали танюшка джан захотела может где-то сядем кушать будем пиццу да да пицца я очень захотела пиццу поэтому сейчас покушаем пиццу какой-то рома пиццу моя для моей жёнушки для моей танюшки джан в студию на улице ли внутри садим посмотрим я думаю внутри тут нету нет наверно есть иди смотри ладно там конкретный ресторанка ты там выбрала пришла села себе красивый нам тут включили свет розы поставили и дали меню а ладно посмотри пиццу будешь ты помнишь какую вкусную пиццу ели когда-то виталий виталий вот там была пицца всем пиццам пицца сейчас попробуем здесь прям хочу пиццу не могу умираю погибаю давай выбирай поговорили 10 минут мы заказали одни пиццу они сразу разделили на две части и принесли вообще прикольно и быстро и кайфово при этом аппетита чисто приятного аппетита поехали удивительно все эти соусы я не знаю какие а так как я быстро кушаю я уже попробовал я не люблю соусы принципе добавлять не какие-то масла ничего это не моя фишка я съел кусочек скажу честно вариант армянской пиццы или то что мы кушали это вкусная пицца но это не итальянская пицца итальянские пиццы это совсем что-то другое короче поставить она не италия сочная может мы такую заказали ладно сейчас я попробую а я вот себе соус и конечно же ребятки наливаю раз такое дело не знаю красиво некрасиво уж простите берем по-нашински руками просто вкусная пицца просто вкусная пицца да мы еще такую заказали барбекю она реально соусом барбекю его действительно много и наверное больше никаких соусов добавлять не надо только можно вот оливковое маслица чуть-чуть мазать будет вкусно у меня есть на все нравится у меня муж привез в ресторан со свечами светами так что кушать пиццу извините меня я вообще не жалуюсь у меня все идеально все ребята поход в ресторан свершился все хорошо мы довольны продолжаем гулять не улыбайся что я вам могу сказать довольная жена счастливая жена счастливая жена не знаю как у кого ваш в ваших семьях у нас так если я хочу есть я злая я бредная за злой серый вальчар и волька вальчар я добрейший души человек меня куда хочешь веди хочешь показывай дома не показывает все уже дома не интересны и уже все хорошо она там капризничала дома уже смотрела поел дома не интересны но сзади можете посмотреть пока что какое красивое здание так вкратце быстро только для тебя спасибо милый у немцев тоже бывают неаккуратные люди особенно молодежь не нравится как они себя ведут только что стояли тут выпивали выпили вот эти бутылки играли сыгрались просто поставили тут и ушли трамвай того же мусорка возьми выкинь туда что тебе вот такого стоит это прям разочаровывает потому что первое время когда я приехала я была в таком каком-то диком восторге я думала что только вот иммигранты мусора там все-все-все потом мы начали с окопом наблюдать что очень много молодежи молодежи и они семки просто грызут и бросают трамвай они плюют на пол мы такие на них смотрим неаккуратные короче это мне очень аккуратно это какие-то бардачники уже это свиньи на это свиньи это вообще ненормально и мы возмущены по этому поводу скоро мы выучим языки будем всех их строить тут и ругать и не ставить на место потому что там ведь не должно потому что мой закон да потому что мы любим ругаться с такими как они мы его так ходим и еще я нарываюсь а копчик решает потом вопрос мы любим мы не любим ругаться ты замерзну что-то там у тебя есть одевать а еще мы увидели тут аттракционы сейчас пойдем пройдемся и может быть танюшка что-то себе выберет может быть или не может быть такого ладно пойдем посмотрим а тем более они такие жесткие я отсюда вижу тут такие ты отсюда слышишь да и слышу и вижу идем посмотрим какие аттракционы давние кого в таких местах не были твоя нашел для тебя что-то вертолетик то моя тема по это тоже быстро крутится до вертолетик вертолетик я туда хочу как классно прикольно да он тоже такой для слабонервных да 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 это прям очень сзади какой-то гарри поттер вот смотри как поднял пойдем пойдем боишься боишься да я боюсь этих всех парков всегда а это абу даби прям страшный нормально давай ручку я просто буду показывать прикольное местечко такое куча еды всякой какой хочешь кукурузы хот-доги сэндвичи хот-доги не хот-догов нету хот-догов нету вообще ни одного а вот этот ленивец зай помнишь в прошлом видео мы спрашивали как мы его назвали медленняк медленняк вот для тебя опять какое-то препятствие что-то непонятное короче тут сняты с полным поводом ребята я вам хочу сказать да уж устраивают себе развлечения ну как ты думаешь что там внутри дискотека да ладно нет я просто говорю а вот это быстрая штука смотри да это нормально так гоняют нормально его не останавливается просто по кругу идет капец а ты шо может ты хочешь что-то попробовать мне просто весело на все это смотреть а вон что там внутри какой-то лабиринт а вот так я думаю это страшно да это страшно не я не хочу мне хватает знаешь разных эмоций в жизни спасибо это не останавливается прикинь до секунды да ребята это вообще давай сюда давай сюда смотри ой смотри еще такой ветер делает да 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 от него прям петлище смотри ой это она так высоко поднималась и крутилась быстро пока я настроилась да она тут такой кадр красивый и такое тут все разноцветные как ты мою руку не ломай по-братски по-братски не ломай да короче как ты думаешь что это что-то как-то выигрывать там тоже а я знаю ты с разных аттракционов собираешь эти ленты ну как чеки они выдаешь тут или тут покупаешь покупаешь и идешь играешь в разных играх прикольно прикольно да да ну так же кросса продает нурнур-фурнур а давай нурнур-фурнур иди узнаем вот почем что хотя бы почем что тут кучу всего сейчас говорили узнаешь да почем тоже спросила почем все подожди может там сосиски может там хот-доги подожди, подожди нету кон interesting там нету там крисп с Rajins ладно ладно ой смотри лошадок что там делать лошадок вот таким я могу играть по зданиям это не лошадок это ставки делаешь и побеждаешь не предсказуемо да как это все будет я за вот эту коричневенькую светлую а нет смотри иди сюда все кто играет шарики кидают чтобы она передвигалась иди сюда вон смотри сверху шарик попал твоя лошадка пошла интересная моя самая последняя лошадка очень интересная последняя победитель не победила это тоже что-то какие-то ужастики это то что ты любишь покажи на голову прилетит просто сам повернется окоп идем не попасться посмотрите на это тут так много развлечений аж даже не верю что все это в одной маленькой территории тут даже такие горки есть обычно у нас обычно у нас если такое мероприятие то ну пять видов каких-то развлечений а тут и страх и горки и вот это высокие и вот эти и там лошадки интересно реально это очень прикольно мне бы вот это все дать где-то лет пять на десять лет назад я вообще так кайфанул а сейчас я уже чуть-чуть старичок да 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 я понимаю мне бы тоже 10 лет назад я бы на все аттракционы захотела я раньше была вообще бесстрашная сейчас нет пойдем еще разочек туда не надо какие-то казино всякие разные а я это видел пойдем покажем сюда ты кидаешь монету и вот смотри каком состоянии ты сколько упадет только и выиграешь ты по сути любой момент может упасть просто блин давай кидать такой момент монеты нужно покупать чтобы кинуть а это необычное все я увидела вот один евро восемь монет ага прикольно да а давай посмотрим что дядя что-то выиграет или нет а у дяди там уже много я вижу а вы пойдем и убежим ну это так смотри вот это самое главное ой да друзья вот оно что идем чуть дальше а то что мы тогда хотели показать давай иду 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 от села оху ху 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 бай там вообще прикольно прям ой не кричи я запугал ребята это просто какое-то что-то ты повернись что-то говоришь смотри и он сейчас будет быстрее крутиться подожди секунду это разгоняется ну пошло, смотри это просто шмар какой-то пойдем слабо нервным не смотреть называется я уже и так от этого в пост надо сюда прийти еще раз и сходить, а все иди, иди, я тебя не держу иди а мне эти нравятся смотри, что есть за мной вот билеты на аттракционы 5 евро вот этот, который высокий 5 вот этот тоже 5 в основном, да, они стоят где-то по 5 евро давай выйдем, очень шумно ой ой, смотрите, что снимет, вытворяют а этот тоже поднялся а этот уже спустился ой, так классно все светится, такое прям чувство праздника, если честно наше настроение поднимается а тракция, который ты любишь я Танюшке, как он сказал, это для тебя и коктейли коктейли, ребята, сейчас хочу подойти поближе показать, в каких классных бокалах продаются разные коктейли смотрите, как прикольно это все что-то сказал я не поняла, простите, может, сказал мне, что нельзя снимать и я убежала или он меня спрашивал, или какой вам коктейль сделать или нельзя снимать по-любому спросили, что бы вы пожелаете да, наверное, спросил, что вы хотите но я вот так дырила и убежала молодец! ребята, очень тяжело жить в стране, когда ты вообще не знаешь языка это, конечно, нонсенс, я уже очень хочу учить а то чувствуешь себя полным дундуком просто мой дундук короче, даже если кататься не хочешь, то прийти потанцевать можно спокойно, знаете? но это специально же так сделано тут музыка орет они добавляют басов, чтобы ты почувствовал вот этот драйв, адреналин и просто провел хорошее время а музыка, как известно всем, это просто с вами не поднимает хочешь, не хочешь да, да, да еще и качественная музыка все, круг сделали, что скажешь? может, пойдем отсюда? не, идем, конечно, идем идем в сторону как все, я уже чуть-чуть примерзла мы сюда приедем еще обязательно не в парк аттракционов, а просто в этот город, я уверена потому что просто придем и уйдем не пей воду знаете, что он мне не дает пить воду? знаете это? почему? напишите, пожалуйста, в комментариях вопрос мне почему я ей не даю пить воду? я отвечу всем, кто напишет почему я не даю Танюшке пить воду? ой-ой-ой-ой как вы думаете, друзья, это немецкий пульпулак или нет? водички тут нету? наверное, сейчас не сезон, но я думаю, это пульпулак все-таки немецким стилем но я думаю, что он летом течет может быть как у нас в Ереване, вот так и постоянно, круглосуточно пульпулак 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 вечерный город Эрфрут прекрасен специально по просьбе моей женушки показываю все здания, которые окружают нас особенно вот этот нет, это это а, извините, вот этот это какой-то собор как красиво собор собор город мне реально кажется более туристическим, вот подходящие слова людей много спокойно спокойно себе гуляют, отдыхают, оживленно все много разных там, тоже как плюс магазинов, брендов это немаловажно в наши дни так как этим пользуются все это тоже придает свою энергетику, свою атмосферу, свой драйв и вайп вайп вайп, добавляет вайп кто не знает, ребята, это переводится настроение я не знал конечно, вайп это настроение так, в принципе, незаметно, мы прошли весь город по центру, можно сказать, полностью прошлись, но я уверен тут еще есть уголки, лазейки, куда можно сходить, посмотреть, потуховаться, по ну да, а то мы просто пришлись по улице нормальных людей поют центральные дорожки просто прошлись и сейчас идем уже на поезд, чтобы ехать до двумя потому что уже все поздновато и если честно и я хотела что-то сказать и действительно хотела передать привет да, привет ей и смотрите, вот чем темнее, тем людей становится меньше и это ну не скажи, зачем но это сейчас сейчас это центральное место отсюда все садятся на автобусе трамвайчики и доезжают до своих домов вот так вот, кстати сушина вон улица за тобой ну, все равно хорошо, все равно тут более отживленно да земного не сушительного наш поезд задерживается на 21 минуту и как вы думаете где мы оказались перед макдональдсом потому что Танюшка опять хочет есть что делать? я вообще-то не хочу но он сказал вот макдональдс ты хочешь что-то хочу креветки и сказал Танюш вот что опять хочешь есть я сказал нет я не хочу есть но креветки хочу брать или не брать вот в чем вопрос ой, ладно когда ты мне отказывали пошли пошли ну что говори случилось ничего креветок не было ну, ничего как-нибудь в другой раз обязательно купим тебе креветки ну ладно, я не голодная просто хотела что-то жевать сидим ждем ребят на вокзале мы просто любим сидеть на вокзалах кто мог это не мог вообще буквальном смысле все говорили об этом тут поезда опаздывают вот наш поезд должен был приехать 2044 и он опоздал до 21 07 то есть столько 22 минуты еще непонятно будет или нет его чем переносит 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 не переносит замерзла макдональдс воду воду в туалет все как всегда и домой и в эти квартирку в этом городе чтобы нам не приходилось вот так больше добираться на 2 часа ехать еще домой все друзья у россии едем какой-то другой вариант транспортного средства танюшка волнуйся но я уверен не волнуйся моя маленькая принцесска все хорошо я с тобой и безопасности я с тобой решили вопрос наши поиски продолжаются квартиру мы еще не нашли двигаюсь сегодня в поиске самостоятельно потому что танюшка поехала на встречу с нашим с ее куратором это что такое было просто проехал и не остановился подожду следующего транспорта 45 минут а почему так я не понял странно ладно все дождусь транспорта и еду на просмотр другой квартиры чуть не пропустил свою основу прикиньте в телефоне сидел не смотрел за дорогой был в трансляции наша трансляция когда идет мы всегда онлайн и в онлайне час короче доехал до этого района и нужно найти где он нет я проехал одну остановку все-таки далековато от центра эта квартира по сути но ничего страшного мы разберемся этот дом тут оказывается не один я буду смотреть квартиру еще будут смотреть два то ли три человека пришел уже человек который работает с этим агентством с ним пообщались он говорит два для двух человек это нормально джок-центр должен одобрить этот вариант сейчас посмотрю квартиру поснимают для вас для моей женушки обязательно потому что ее нету она все должно увидеть так в общем квартира вот такая пустая как обычно ничего такого сказали стены перекрасят но маленькая ладно единственная комната которая нормально это вот это гостевая комната потолки также низкие вот я уже рукой почти достаю ну и плюс 5 этаж короче мне не особо нравится сейчас поговорю с нашим агентом может что-то другое у него есть короче брат и сестра моя нет не подходит такая квартира во первых 5 этаж это ну первое время допустимо а потом это уже будет надоедать во вторых потолки очень низкие в третьих я уже показал там спальную комнату там кривые потолки получается ты под крышей сразу и если там дождь будет например мы будем слышать обязательно вот никак не уйти от этого шум дождя вот понимаете вот это то что вот есть вот этот угол наклон так называемый это и есть наша крыша а вон там и остановка или пешком пройдусь так пешком чуть-чуть пройдусь квартира новенькая свеженьки в квартире сказали что перекрасит стены но это нам не интересно в общем и целым этот вариант не подходит продолжаем искать дальше что делать скажу свое мнение по поводу того что происходит с нами я понимал что будет тяжело но я не представлял что будет так тяжело все это происходит и так медленно да мне говорили что тут медленно да мне говорили что тут не будет все так сразу но по сути все очень медленно двигается и очень мне это все не нравится почему потому что вот тебе дают например определенные условия до чтобы найти квартиру мы вот должны втеснуться в этот в эти цифры я понимаю что это нормальное явление мне дали там например 60 квадратных метров максимум и 300 евро но факт в том что за эту сумму вообще ничего невозможно найти я не понимаю вот та организация которая выдает вот эти нормы они что не видят этот рынок который тут есть или им все равно хочешь жить типа найти как хочешь а как найти если вот не вариант по сути что делать не тогда я же пришел вы же мы меня уже взяли вы же нас взяли в эту программу мы же нормально принимаем те условия которые вы даете почему не даете условия нормально до конца почему нужно обязательно вот пострадать чтобы добиваться какого-то нормального результата я не понимаю этого всего вот если вы не хотите чтобы мы тут жили скажите сразу там нет вы не подходите по этой программе все до свидания там разворачивайтесь уходите нет они говорят вы подходите все нормально оставайтесь на жить только идите ищите себе квартиру такую которая по сути нету невозможно найти не понимаю не понимаю а на брат ты понимаешь я не понимаю почему они так с нами это же неправильно мы же тоже хотим нормальных условий жить хотим жить короче вы поняли что мне это все не нравится мы встретились моей малышкой моя малышка пришла с разговора серьезными дядьками решили все нужные вопросы теперь она должна найти школу чтобы учить язык ее поставили на курсы это называется правильно просто дали бумагу дали разрешение уже искать школу чтобы я могла учить язык понятно молодец приглашение на на начало следующего месяца вот и все новости которые принесла танюшка очень был хороший дядечка наш куратор пообщались все хорошо сначала я будет пугалась потом нормально подружилась не туда-сюда кем хочу работать будущем и все такое прочее что все на фарш погоды или что стой возле меня до перепады погоды друзья у меня давление наверное не надо лежать срочно пошли чтобы ты лежала так что тут у нас купила профит роли мою любимую сладость и я уже говорю давай быстрее у меня слюни уже покидают рот такие как ты любишь представь мы нашли здесь такие же профит роли когда-то я какой-то рот большой когда-то я даже не знала вообще что это не окопчик первый раз купил дал попробовать ее такое тоже уже влюбленная как делают армяне за это реально точно такие как мы ели в москве правильно да пришел значит я с тренировочки танюшка сказала пойдем погуляем мы вышли погулять по нашему району и тут оказывается идем не бойся и тут оказывается у нас вроде если мы не ошибаемся цирк приехал нам крича нельзя идем идем обратно цирк походу на берегу дики там лошадки что-то кричат или убегаем мы так хотели посмотреть на животных вон люди подходят можно подходить кого-то просто что мы не понимаем это кино как лошадки тут верблюды тут что вообще только нету запах жалко их так запах потому что вот смотри тут как пришли это только мы могли с этой стороны за можно вот так внутрь пойти за давай какой большой сайя боюсь их ему бояться то на шатке за может они так не особо тут замурованы сильно ты лезешь этот мир плюшки за лет за ты какие красивые он можно внутрь дайте мусики там маленький пони давай вот так вокруг пойдем но с этой стороны как не особо ограждены они все закрыты они охраняют этот цирк собачка прости мы чуть-чуть походим поснимаем собачка контролирует а там какие-то дети орали оказывается да и вот пони маленькие да малюсики такие хорошие как они играют себе таких больших лошадок никогда нигде не видел смотри какие большие вот этот какой красивый красивый и вот вот этот белый там класс какие прелестные то что зачем-то просто вот это такой большой девочки танцуют девочки это работнице на входу да это тоже чем небольшой такой это красивый ты такой красивый к нам подошли работники сказали что сегодня будет шоу в 5 часов они не разрешают сейчас показывать животных потому что это будет эксклюзив держать так скажем сейчас мы пойдем посмотрим сколько там билеты продаются и может быть мы тонюшку повезем в цирк я не люблю с животными но они такие все хорошие больше не люблю потому что они там их заставляют делать все что они не хотят да я с тобой полностью согласен но ладно идем узнаем хотя бы несколько билеты стоит да ну конечно лошадки и верблюзики и все эти такие животные такие хорошие то что-то с чем-то ребята я такая вся на эмоциях воуза шевленные я иду все ладно здесь смотри какие у них домики слушаю да у них домики и вообще неплохие может на цирк поддаться чтобы нам отдали это место жилья давай как раз ты можешь быть акробатом ты уже нормальный спортсмен а я просто женатом будет нам где жить по миру по всему миру классно будет фантазер ты меня назвал ага цирку с тому же здесь и кассы да вот отсюда должен быть вход все хотят пообщаться да немцы прям такие они общительные вот мы себе тут лазим в этих кустах женщина проходила что-то нас спрашивает что-то хочет общения да хочет просто общения типа что это что это приехал цирк наверное она это спрашивала мы нашли место где продаются билеты сейчас посмотрим почем они как думаешь какая стоимость будет слушай даже не могу предположить но может приблизительно 15 евро может 20 сейчас поснимаю и скажу тебе вот вип 35 30 25 20 15 от места за 15 до 35 вот это типа випка точно типа или випка просто випка я думал типа випка выступление будет сегодня в 5 часов и завтра в 4 и послезавтра не вот видишь 12 апреля альц 12 апреля по 21 апреля да они же не приезжают никогда на день ты что они только 5 или 7 дней вот это все раскладывают эту халабуду ты знаешь сколько это труда 25 евро нормально но 15 тоже нормально у нас в армении когда нам под нас пригласили в цирк кстати прикреплю ссылочку в описании посмотрите когда мы в армении были в цирке тоже очень классный цирк да будете в армении советуем заходите это наши друзья уже стали нашими друзьями там братья варданян у них шоу нереальное и они без животных и они вот то что фактор без животных ладно сейчас не о них посмотрите выпуск цирка еще раз говорю будет в описании вот этот цирк животными то сколько там надо билет я забыл я об этом говорил у меня просто вылетело из головы там у них тоже стоило 8000 драм минимальная а 8000 драм 8 не 3 не 4 8 не 8 я точно помню 8000 у меня там где-то даже я в видео говорю что 8000 драм 18 19 евро тоже как тут минималка но там не было разница где сидеть а тут германия как-то разница должно быть да 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 там зарплаты то совсем другие большие ну не смешно за это реально не смешно вообще как там на эти зарплаты выживать это и ходить в цирк ладно это отдельная тема мы об этом не будем говорить все друзья сегодняшний выпуск завершён вы были с нами со мной с окопом и с моей женой танюшкой обязательно посмотри видео которое у тебя появится на экране оно очень классное веселое и неповторимое ну мы желаем тебе хорошего дня пока 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 пока